здравствуйте дорогие зрители вы на канале рецепты в гостях у вани спасибо что дошли ко мне в гости а сегодня хочу приготовить блюдо из итальянской кухни называется карбонара но по сути макароны с беконом очень простое сытно и довольно доступное блюдо готовится буквально 10 минут вариантов очень много также как и борща но все же основные ингредиенты остаются это бекон спагетти и яйца для соуса а также сыр используя сыр пармезан под названием пармиджано риджано вот с таким интересным названием довольно трудным и его сложно достать потому что он очень дорогой и используя сыр обычно пармезан который производится в стране где вы живете я живу в канаде у меня по канадский пармезан вы возьмите белорусский русский украинский главное взять сыр твердого сорта с ярко выраженным вкусом основная специя будет черный молотый перец я использую копченый бекон здесь у меня 6 кусочков на две порции вы можете взять грудинку можно использовать сало нарезаю мелкими кусками существует очень много споров добавлять сливки либо нет в соус я сегодня решил не добавлять так как в оригинальном рецепте но у меня сегодня по-своему я еще добавлю грибы грибы мне просто нравится комбинация грибов с беконом вы можете не добавлять можете добавить зеленый горошек брокколи на ваше усмотрение но оригинальное блюдо без грибов вот такой размер будет очень хорошо нарезаем большими кусками есть главное содержание жира потому что сочетание спагетти с этим соусом будет очень вкусно и теперь на холодную сковороду отправляя бекон я для начала добавлю капельку масла чтобы запустить процесс немного слишком добавлять не нужно потому что бекон очень жирный и добавляю весь бекон а в это время еще расскажу вам про соус соус готовится на основе желтков я использую три на две порции а также сыра вот я уже натер я сразу же добавляю к желткам и в это время еще буду нарезать грибы грибы довольно опционный продукт если хотите можете не добавлять хорошо перемешивать желтки сыром добавьте сыра столько сколько вам нравится чем больше тем лучше и обязательно прочтите на упаковке сколько нужно варить пасту моем случае это 10 11 минут но всегда варим примерно на одну минуту меньше потому что за этот процесс пока я буду вынимать пасту она уже дойдет в общем варю 9 минут в хорошо кипящую воду на 2 литра добавляю примерно 15 грамм соли и выкладываю пасту так вот сразу ее распределяем для того чтобы она не слиплась и как только паста становится мягком я ее подгибаю помать ее ни в коем случае не нужно потому что здесь нужны длинные макароны а в момент когда у вас обжаривается бекон обязательно добавьте свежемолотый черный перец если нужно добавить побольше потому что в этом весь вкус это очень быстрое блюдо примерно 10 12 минут и она вас готова за все время занимает приготовление спагетти вот как у меня выглядит соус он должен получиться таким густым если хотите можете добавить жирные сливки примерно 33 процента вся кухня заполнилась ароматами копченого бекона вот как он у меня выглядит на сковороде я добавляю грибы я использую не антипригарную сковороду если процессе у меня начинает немного приставать я использую воды сразу же из пасты вот все вкусы переходят сюда со дна сковороды они поднимаются и переходят на бекон с грибами и как это все хорошо получается вот сейчас насыпать самый важный и вкусный момент приготовления этого блюда когда бекон у вас поджарился только как он у меня выглядит я довольный результатом температуру на сковороде нужно полностью выключить и дать ей немного остыть отставляя сковороду в сторону она должна остыть вы не должны слышать никакого шкварчания потому что соус мы будем готовить на основе сыра яичных желтков на желтки мы не будем готовить вот в этом фишка всего блюда главное вот высчитать когда у вас остается примерно две минуты до готовности спагетти оставьте сковороду в сторону и готовую пасту я сразу же перекладываю на сковороду ничего страшного если есть немного вода в которой это варилась потому что так даже лучше для соуса спагетти сейчас можно переложить в миску и смешать с нашим соусом но я же все-таки предпочитаю закончить на сковороде потому что получается соус перемет все вкусы которые у нас там остались и будет очень ароматно воду кстати ни в коем случае не сливайте потому что она может вам понадобиться так если соус густой ничего страшно вот сейчас вот самое важное яйца ни в коем случае не нужно жарить у вас не должна получиться яичница если получается слишком густой соус можно добавлять воду который вы варили спагетти лучше проделать это очень быстро так вот у меня осталась вода я сюда ее добавляю и дальше продолжаю перемешивать яйца сейчас готовится за счет горячих макарон получается очень сливочный соус сыр начинает плавиться у вас на дне должен появиться вот такой соус значит блюдо уже готово и обязательно сразу же перекладываю на тарелку наслаждаясь вкуснятиной посмотрите на эту кремовую текстуру и обязательно готовое блюдо посыпают еще сверху сыром и свежемолотым черным перцем но посмотрите на эту красоту не зря итальянцы придумали такое вкусное блюдо вот сейчас самый важный момент обязательно нужно попробовать посмотрите как она выглядит вот соус сливки добавлять ни в коем случае не нужно мне кажется они лишние в этом блюде очень рекомендую приготовить такое блюдо на романтический ужин получается сливочный вкус за счет сыра яичного желтка друзья очень вкусно повторите напишите как у вас получится а если вы готовите по-другому обязательно напишите мне интересно ваше мнение я всегда отвечаю на все комментарии дорогие зрители рад что вы со мной те кто еще не подписались обязательно подписывайтесь для того чтобы не пропустить таких блюд до скорых встреч пока